Друзья, всем привет! Вы снова на канале Кулинария со вкусом. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие сырники из творога, которые готовятся легко и просто. Итак, приступаем к приготовлению сырников. Что же нам для этого нужно? Конечно же творог. У меня его 500 граммов. Мне его нужно сейчас перетереть через сито, чтобы не было крупинок и комочков. Мне удобнее перетирать частями, поэтому я насыплю где-то третью часть сначала. Можно это делать ложкой, но у меня есть вот такая вот толкушка-колотушка, которой мне удобно пользоваться. Поэтому я сейчас быстренько вот так вот все перетру. Вот такую текстуру творог наш должен иметь после перетирания. Смотрите, какой он обогатился у нас заодно кислородом и стал однородным. Сейчас мы добавляем одно яйцо. Да, кстати, не сказала, творог у меня 9%. Три столовые ложки сахара. И три столовые ложки манки. Где-то примерно четверть чайной ложки соли. Соль обязательно, как мы знаем, соль у нас усиливает сладость. И, конечно же, ванилин. Ванилина я взяла 1 грамм. Все высыпаем и хорошенечко вымешиваем. Миксер нам не нужен. Это будет удобно сделать лопаточкой. Вмешали все хорошенечко до однородности. И сейчас я добавлю в нашу творожную массу клюкву. У меня ее 80 граммов. Очень люблю эту ягоду за ее такой кисленький вкус. Ну и, конечно же, кто не знает о ее полезностях. Полезные свойства клюквы просто неоспоримы. Можно добавить изюм, конечно, если у вас клюквы нет. Но у меня вот, кстати, была дома вяленая клюква, поэтому я ее добавляю. Очень хорошо в это время года клюквенный морс употреблять в пищу, потому что тоже там очень много витамина С. Сейчас в межсезонье такой авитаминоз у нас у всех весной. Поэтому скоро на моем канале выйдет видео, где я буду готовить клюквенный морс. Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь с колокольчиком, чтобы не пропустить этот замечательный рецепт. Теперь на столе или на силиконовом коврике, как у нас, мы припылим немножечко мукой. Мука у нас только будет для обваливания. Ее понадобится совсем немножко, может быть, граммов 50. Руки я тоже. Мукой посыплю. Берем творожную массу нашу. И высыпаем. Сейчас нам нужно будет сформировать колбаску. Теперь эту колбаску нам нужно будет разделить на порционные уже сырники наши, сформовать из них. Для этого я беру либо нож, либо разделочный шпатель, вот как у меня. Тоже мукой его промазали. И разделяем на кусочки. Примерно на равные нужно. Теперь, чтобы сырник у нас получился ровненький, красивой, кругленькой формы, однородной. Если у вас есть круглая форма, такая, кругляшок, вот здесь такие металлические, можно ей. Если нет, возьмите стакан, как у меня. Вот так накрываем. Крутим, крутим, крутим. Получается вот такой кругляшок у нас. И приплюскиваем его шпателем. Посмотрите, какой красавчик получился. Края все ровненькие. Нет вот этих вот трещин, если бы мы набирали ложкой и делали это все руками. Заносцы сделал стакан. Теперь на припыленную тарелочку мукой мы выкладываем сырники. И делаем точно так же с каждым. Сверху, снизу. В муку. Опять же, накрываем стаканом. Придаем форму. Тут еще можно муки чуть-чуть присыпать. И прижимаем шпателем. Очередной сырничек у нас готов. Вот такие кругленькие, красивые сырнички мы с вами сформовали. Очень важно, чтобы они были одинаковой толщины. Даже не важно, какого они размера. Там одинаковые, не одинаковые. Плюс-минус они у вас получатся. Ну, конечно, красиво, когда одинаковые. Но важна толщина, чтобы они одинаково у нас прожаривались. Сейчас они уже готовы отправиться на сковородку. Поэтому мы ее разогреваем. На разогретую сковородку я кладу граммов 30 сливочного масла. И сюда же, чтобы она у нас не горела, граммов 20 я наливаю растительного, подсолнечного. И можно выкладывать уже сырнички. Масло у нас уже разогрелось. Слишком близко друг к другу не нужно. Чтобы все у нас равномерно прожарилось. Все краешки, все бока. Примерно минутки 3 они у нас обжаривались с одной стороны. Сейчас нам нужно их перевернуть. Убавляем огонь до среднего. И оставляем еще. Поджариваться тоже минутки 3-4. Крышкой я не накрываю. Они у нас и так хорошенечко прожарятся. Будут очень вкусные. Сырнички у меня уже поджарились со второй стороны. Самое время их выкладывать. Как обычно я беру бумажные полотенца. Чтобы лишний жир у нас впитали. И будем доставать сырники. Вкусные сырники мы приготовили. Осталось сделать красивую подачу. Вот так вот аккуратненько выкладываем на блюдо. Присыпаем сахарной пудрой. Обычно сахарной пудрой присыпают то, что не получилось. Но нет, не в нашем случае. У нас сырники красавчики, посмотрите. Я просто хочу, чтобы они еще были немножечко как бы припылены сахарной пудрой для сладости. И добавляем сметану. Сырнички у нас удались на славу. Сейчас я хочу разрезать, чтобы показать, какие они у нас прожаренные внутри. И, конечно же, попробую. Очень хрустящие они у нас сверху, с хрустящей курочкой. И нежные, посмотрите, какие плотненькие и прожаренные они у нас внутри. Добавляем сюда сметанки. Ай, да вкуснятина у меня сейчас получится. Сырничек, да еще со сметанкой, с клюковкой. Это что-то, я вам скажу. Очень вкусно. Обязательно приготовьте по этому рецепту, не пожалеете. А если вам понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь. До вкусных новых рецептов!